Северодонецкий городской совет опубликовал детальный план проекта строительства спортивного ядра. Напомним, в июне этого года местные депутаты выделили на строительство современного спортивного комплекса 17 миллионов гривен. Площадку планируют построить таким образом, чтобы была возможность проводить всеукраинские соревнования по футболу. С проектом согласны не все представители инициативной группы. На каком этапе создания комплекса, расскажет Владислав Кровец. Футбольную, волейбольную и баскетбольную площадку, теннисный корт, роллер-дром и тренажерный зал под открытым небом на этом месте обещают построить депутаты Северодонецкого горсовета. На это уже выделили 17 миллионов гривен. На сайте Северодонецкого городского совета появился детальный план проекта. Чиновники заверяют, спортивное ядро появится и выглядеть будет так. С проектом согласны не все члены инициативной группы. Некоторые считают, что целесообразнее было бы построить спортивные площадки возле школ. Я стою на той позиции, что спорт нужно развивать в шаговой доступности. Шаговая доступность – это школьные стадионы, которых 20 в нашем городе. Нужно сделать так, чтобы человек, который решил заняться спортом, для того, чтобы попасть на стадион, мог потратить до 10 минут своего времени. Тогда это будет более эффективным. Депутаты городского совета в течение двух недель отказывались от разговора на камеру. Причина, которую они называют – внутренняя политика горисполкома. По телефону на вопрос, готовы ли они дать интервью, ответили так. Они не готовы, но пока нет политики. Горисовета, давать вам еще комментарии? Я не давал. Мы будем и дальше следить за реализацией проекта «Спортивное ядро», независимо от открытости чиновников. И готовы дать им возможность ответить на вопросы. Владислав Кровец, Андрей Бригидер, Роман Царевский, ПАДИИ.